Время новостей в Туле Время новостей в Туле 22 июля 2013 года бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко только услышал приговор суда 9,5 лет колонии строгого режима. Дудко признан виновным получением взятки в 2010 году. На тот момент глава региона получил 40 миллионов рублей за предоставление земельного участка для строительства гипермаркета. Отбывать наказание Дудко отправили в город Донской. В колонии он работал в пожарной части, в библиотеке и был полностью закрыт для СМИ. За все это время он дал одно короткое интервью федеральному телеканалу. Вы приехали с вами ходом, дальше уже едете под канаву. Что с головой происходит? Меняется уже. Можно очень много рассказывать на эту тему сейчас разных переживаний. Хотел бы просто получить расчетчики ваши. В конце прошлого года сообщалось, что Вячеслава Дудко могут отпустить из колонии на похороны отца. Однако информация не подтвердилась. В УФСИН заявили, что у Дудки нет никаких привилегий. И вот спустя почти 5 лет после осуждения, отбыв 2 трети назначенного наказания, экс-глава Тульской области предпринимает попытку выйти по УДО. В ходатайстве об условно-досрочном освобождении адвокат указал, что Вячеслав Дудко в колонии получал поощрение каждые 2 месяца. Всего таких поощрений, как следует из пресс-релиза судебного департамента, набралось 25. За примерное поведение, добросовестный труд, участие в воспитательных мероприятиях и оформлении наглядной агитации. Кроме того, Вячеслав Дудко полностью выплатил назначенный ему судом штраф. Ходатайство было подано в суд еще 29 мая. Доводы защиты Вячеслава Дудки суд убедили. Постановлением Донского городского суда Тульской области от 29 мая 2018 года осужденный Дудко освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 9 месяцев 6 дней. Сообщается также, что постановление участниками процесса не было обжаловано и вступило в законную силу. 9 июня Вячеслав Дудко вышел на свободу. В течение оставшейся неотбытой части наказания Вячеслав Дудко не может менять место постоянного жительства, а после трудоустройства место работы без уведомления специализированных госорганов. Кроме того, бывший губернатор Тульской области должен отмечаться в органах УФСИН согласно установленному графику. Юрий Зайцев, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев останется в следственном изоляторе. Тульский областной суд отклонил апелляционную жалобу об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Жерздев останется в СИЗО до 3 августа. Напомню, глава администрации Новомосковска обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Наши коллеги из информагентства Тульские новости провели свое расследование и узнали о Жерздеве все. Читайте на сайте newstula.ru Объединить усилия призвал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Две хоккейные школы региона, Тульский Тропик и Новомосковскую Викторию. Региональный комитет по спорту разработал новую концепцию развития хоккея. Основная задача создания крепкой базы для развития детско-юношеского хоккея, по словам главы региона. Популярность этого вида спорта увеличивается. Это видно по тому же клубу Виктория из Новомосковска. Но для большего развития хоккейные школы региона должны двигаться в новом направлении. Хочу поздравить еще раз и поблагодарить участников всего процесса. Коммунду Виктория, которая одержала победу в всероссийском первенстве. Золотая шайба, которая проходила под Новомосковным Дмитрием. Наши мальчишки выиграли. Для нас это большая гордость. Более ста квартир в новостройках микрорайона Скуратова готовится принять новоселов по региональной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Юлия Высюкова побывала на встрече главы администрации застройщиком жилого комплекса. Двух дней 10 квадратных метров и общая комната 14. То есть все нормативы здесь не просто время, а полного телесердия. 91-комнатных и 18 двухкомнатных квартир с современной планировкой почти готовы принять туляков из ветхого и аварийного жилья по программе переселения. Глава администрации города Евгений Авилов встретился с генподрядчиком и приинспектировал ход строительства. В рамках муниципального контракта 108 квартир в Скуратовском микрорайоне застройщик должен передать городу в скором времени. Когда-то сюда, когда переезжали первые переселенцы, по первой очереди, немножко было отношение такое насторожное. А сейчас, наоборот, у меня постоянно спрашивают, Николай Петрович, а квартиры когда будете продавать, когда будете продавать квартиры? То есть в этом районе уже сейчас жить считается престижным, потому что всего 5-7 минут до проспекта Ленина. Площадка развивается стремительно. Уже решена проблема с водоснабжением и водоотведением. Построено 5 насосных станций. На встрече был поднят вопрос и дальнейшего благоустройства микрорайона. Здесь появится детский сад и в дальнейшем мы планируем строительство здесь школы для того, чтобы площадка была обеспечена всеми социальными объектами. Помимо этого, мы планируем также в дальнейшем и строительство здесь спортивных объектов. В рамках региональной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья из бюджета Тульской области было выделено более 500 миллионов рублей. По словам сети менеджера, первые переселенцы въедут в новые квартиры уже до конца текущего года. Юлия Васюкова, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Жители более 20 тульских домов уже третий день сидят без горячей воды. Пострадал микрорайон Петровский и несколько зданий по улице Макаренко. Кто виноват в отключении? Компания «Энергоресурс» ссылается на задолженность управляющей компании «Газпром» на долги «Энергоресурса». Страдают же тулики. В ситуации разбиралась София Кириллова. Ежедневная беготня с кастрюлями и чайниками может стать привычной для жителей Петровского квартала на ближайшее время. Вчера во всем микрорайоне отключили горячую воду. На какой срок, пока неизвестно. Причин отключения жители не знают. И отсутствие горячей воды стало для них весьма неприятным сюрпризом. Не было никакого предупреждения. Вчера была до обеда. После обеда не стало, сейчас нет до сих пор. Никакого объявления, ничего не предупредили жильцов. Коммунальные услуги жильцы оплачивают вовремя. При этом за газ и электричество многие платят напрямую ресурсоснабжающей организации, а за горячую воду – управляющей компанией. Многие живут в Петровском около двух лет. И за это время проблем с водой не возникало. Котельная исправно обслуживала 20 домов. А беспокоенные жильцы обратились за разъяснениями в ЖЭУ. ЖЭУ вчера мы подходили, нам сказали, что неизвестно, когда эту ситуацию решат. И напугали, что, возможно, даже чуть ли там не до конца июня, до июля воды не будет. То есть, что с этим делать, мы не знаем. Они говорят, жалуетесь хоть прокуратуру, хоть куда. Как выяснилась, такая же проблема и в доме на улице Макаренко, 7-Б. Как нам пояснил представитель застройщика, проблема с горячим водоснабжением возникла из-за неразрешимых споров между сразу несколькими жилищными организациями. Ситуация, по сути, является последствием спора хозяйских субъектов в лице поставщика газа, Газпрома Межрегион Гастула, компании, которая обслуживает котельные энергоресурсы, и ряду управляющих компаний. Котельные компании «Энергоресурс» временно отключил от газа «Газпром Межрегион Газ» из-за долга более чем 8 миллионов рублей. «Энергоресурс» ссылается на огромные задолженности управляющих компаний. Накануне в администрации города прошло совещание со всеми участниками конфликта. То, что кто-то кому-то должен, это гражданско-правовые отношения, это коммерческий интерес каждой компании. По результатам вот этих вот недоговоренностей не может просто по определению возникнуть ситуация, когда житель, то есть конечный пользователь ресурса, конечный пользователь услуги, ее недополучает. В итоге было принято решение о скорейшей передаче котельных безвозмездно в муниципальную собственность. Процедуру передачи собираются провести в кратчайшие сроки. В результате уже сегодня администрация обратилась в «Газпром Межрегионгаз» с просьбой возобновить подачу газа в Петровском и на Макаренко. По факту отключения из-за должностей начала проверку областная прокуратура. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Тульский арсенал интересуется полузащитником московского локомотива Аланом Касаевым. Как сообщает чемпионат КОМ, об этом стало известно во время заседания трансферного комитета железнодорожников. В минувшем сезоне за чемпионат страны Касаев сыграл всего два матча. Напомню, ранее сообщалось, что канониры хотят взять в аренду с правом выкупа полузащитника Лока Дмитрия Баринова. Сегодня стартует международный театральный фестиваль «Толстой уикенд». В этом году он проходит с 9 по 11 июня. Традиционно большое культурное событие состоится на территории музея-усадьба «Ясная поляна». Там гости смогут увидеть 19 спектаклей. Помимо театральных постановок, посетители фестиваля ожидает выставка греческих художников. Организаторы учли опыт предыдущих лет. У главной сцены в этот раз оборудовано более 700 посадочных мест. Для удобного размещения транспорта обустроено три парковки. Ожидается, что в этом году «Толстой уикенд» посетят примерно полторы тысячи человек. По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, основная часть билетов была раскуплена менее чем за пару дней. Отмечу, что ТСН-24 выступает официальным информационным партнером мероприятия. «Мы обратили внимание на то, что все-таки в первый день, особенно погода, будет 7-8 градусов вечером. Поэтому, конечно, позаботились прежде всего об этих категориях. На фестивале будут дождевики, будут по недорогой цене продаваться пледы, и часть пледов будет предоставляться бесплатно по необходимости. Также будет обеспечена доступная среда, обустроены настилы. Сцены новые сейчас будут к площадкам, и будет оказана помощь волонтерам». Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова